Ты со мной На перебой Тогда еще были силы Остаться на берегу Я этого не просила Я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните, в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните, в конце концов Да, Жан, привет! Здравствуйте, вы будете одна или кто-то еще подойдет? Меня ожидают Ну, никак не хочет Сереженька без тебя спать ложиться Поговоришь с ним? Да, папа Я, я люблю тебя Я очень тебя люблю, слышишь? Я скучаю по тебе Я скоро к тебе приеду Да 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 Сыночек Хорошо, ложись спать Давай, и не капризничай, пожалуйста Договорились? Давай Вам чай повторить или может быть что-нибудь закажете? Да нет, моя дама еще не пришла, почту закажем Вы знаете, мне кажется, она уже ушла Как? Когда? Да вот только что Спасибо Вера Ты смотри, не договорились, что ли? Похоже, так Черт Черт Мам, не хочу, не хочу Тихо, тихо Зайду уже, иду Добрый вечер Добрый, чего трезвонить-то? Теть Вачка, умоляю, посидите с Сереженькой Мне надо по делам отскочить, а не с кем оставить Я ненадолго, обещаю Ну что, сейчас поедем в клуб, а потом ко мне Я за, отлично Привет Здрасьте Ты меня опоздала? Нет Я слишком выразилась, ты ж сказала, при параде Ну А, я Антон, очень приятно Жанна А, это моя подруга Вы отличный выглядите Спасибо Мне Аллочка очень много про вас рассказывала Серьезно, про меня? Да А про вас ничего я не рассказывала Наверное, хотела сделать бессерприз? Да Сюрприз Бессерприз удался, а? Поехали Да, поехали Садись там Ага Прошу Не честно? Нет Отлично Как волонтеры фонда, мы наезжаем, без такого скрома Возника с никто не требует, мы просто делали свою работу Серьезно? Да Могу поверить, что это очень красивая девушка В любом моменте Может отправиться И спасать людей А вот это меня, вы знаете, на работе такой смысл? Я думаю, что за это нужно выпить, да? Да Только я не могу, но она не просит ко мне, ну а я по-моему стрелять Добро не поеду Я тебя довезу Куда скажешь Ладно? Давай Давай Пойдем по-данцуем Пойдем по-данцуем Пойдем по-данцуем . Ты понимаешь, все ей дал. Разве что весь наизнанку не вывернулся, и все равно нехороший. Че вам бабам надо, а? Слушай, да бросай эту сучку. Я лучше ее, поверь. Хочешь, докажу. Тут недалеко есть маленькая гостишка. Ты скажешь, что ты меня любишь. И я все твое. Ты куда? Смотри, чтобы у нее стакан был полный. Деньги верни. Стакан должен быть полный. Черт. Кому ж я так понадобился? Олег, добрый вечер, это следователь Лена Прохорова беспокоит. Помните меня? Лена, конечно. Здравствуйте. А что-то с Верой? А в смысле, что с Верой? Я не понимаю. Ну, просто мы должны были с ней встретиться. Она пришла и тут же ушла. Может быть, с ней что-то случилось? Я не думаю. По крайней мере, мне она не звонила. Послушайте, я, собственно, звоню по другому вопросу. Ну, судя по визитке, которую я сегодня получила в западной промзоне, наши с вами интересы пересекаются. Давайте встретимся. Вам когда удобно? Да готов хоть сейчас. Видите ли, сейчас у меня ночное дежурство. Давайте завтра днем. Вас устроят? Как вам будет угодно. Угу. Хорошо договорились. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что случилось? Мне нужно с тобой срочно поговорить. Заходи. Вера, я люблю тебя. Ты что, Стас? Я... Я так давно люблю тебя, Вера. С первой секунды, с первого взгляда. Как только я увидел твои глаза, как только я услышал твой голос. Стас, послушай. Подожди, не перебивай. Я, я знаю, ты полюбила Олега, я смирился. Но, но он предал тебя, а я по-прежнему люблю, и я хочу, чтобы ты была со мной. Давай бросим все и уедем далеко, в Испанию. У меня там свой дом. Здесь ни ты, ни я не сможем быть счастливыми. Здесь прошлое, оно будет мешать. Я не могу, я... Только представь. Представь. Разом. Оборвать все. Забыть о прошлом и начать новую жизнь. Новая страна. Новые люди. Новые люди. Хорошо. Давай попробуем. Ты не пожалеешь. Я... Завтра мы возвращаемся в Москву. Визы я организую. Завтра? Да. Я куплю билеты на самолет. Мне нужен твой паспорт, Да, ты подъедешь прямо к улету. Все, сейчас. Я сделаю все, чтобы ты была счастливой. Да. Да. Алло, это Надежда из налоговой. Добрый день. Добрый день, Надя. Я нашла данные по транслогистик. Фирма зарегистрирована на Колосову Веру Николаевну. На кого? Одну минуту, подождите. На Колосову Веру Николаевну. Да, спасибо. Спасибо, Надя. Здравствуйте. В аэропорт. Садитесь. Лена, здравствуйте. Мне нужно вас срочно увидеть. Я не могу ждать. Появилась новая и важная информация. Да, я знаю, где это. Спасибо. До встречи. Обратите внимание, уважаемые туристы. Мы с вами находимся на набережной города Бабарасима. Что с вами? Набился, что ли? Проходи, пожалуйста. Не задерживайся. Слушай, у тебя. Все, я с ним разобрался. Он нас больше не побеспокоит. Понял. Понял. Что ж вы стоите? Что ж вы стоите? Кто еще здесь? Вы видели? Телефон звонили. Телефон. Ответьте. Скорую вызывайте. Вызывайте скорей скорую. Да, конечно. Не кричите. Вы нельзя трогать. Алло. Алло. А Олега я могу услышать? Смотрите, может дышать? Вы пульс-то щупали? Вы простите, но человек, которому вы звоните, по-моему, умер. Как? Пропустите. Как он? Живой? Вы родственница или так? Капитан Прохорова. Повезло, парень. Еще пару сантиметров и каюк. А так, если довезем до больницы, может выживет. Что значит, может выживет? Большая кровопотеря. Так, ладно. Поехали. Еду с вами. Да, Стас, я уже подъезжаю. Хорошо. Я жду тебя. Угу. Да, Стас. Я просто забыл сказать, что очень люблю тебя. Ты уже это говорил. Я буду говорить это каждый день. В общем, я тебя жду. Угу. Приезжай. Да. Слушай, это Лена. Прошу, только не волнуйся. Мы едем в больницу. Олег ранен. Что? Как ранен? В какую больницу? В центральную больницу. Олег жив? Да, жив. Больше ничего сказать не могу. В общем, приезжай. Лена, подожди. Подожди. Разворачивайте машину. Разворачивайте быстрее машину. В центральную больницу. Быстрей, пожалуйста. Пожалуйста, столько хватит? Да, спасибо. Да. Вера, а ты где? У нас регистрация заканчивается. Стас, я никуда не лечу. Ты прости меня, пожалуйста. Подожди. Подожди. Прости меня. Подожди, Вера. Послушай меня, Вера. Я люблю Олега. Я остаюсь с ним. Подожди. 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 Пришли. Вер, которая на рейте заканчивается. Лена, Вера. Как Олег? Он жив? Успокойся, жив. Пока оперируют. Боже мой. Это его жена. Ну что, операция прошла успешно. Ранение, конечно, штука неприятная. А вообще ему сказочно повезло. Сутки полежит в реанимации. А потом, если все будет хорошо, переведем палату. Там вы повидаетесь. Доктор, я должна быть с ним рядом. Ну, вы будете, будете рядом. Сейчас лучше идите домой, отдохните, а завтра утром милости просим. Нет, доктор, пожалуйста. Доктор? Я вас очень прошу, пожалуйста. Ну, хорошо. Ждите меня здесь, я попробую договориться. А вам лучше вообще не заикаться. Раньше завтрашнего дня я допрашивать его запрещаю. Так, минутку. Я-то подожду. Но у меня к вам большая просьба. Если кто-то будет интересоваться состоянием больного, скажите, что оно критическое. А еще лучше скажите, что он при смерти. Договорились? В общем, получается, твой муж как-то связан с этим расследованием. Он искал этого человека. Ты его знаешь? Нет. А хотя, подожди. Ну-ка, дай. Я его видела. Где? Ты помнишь, я рассказывала тебе про жуткую драку около ресторана? Когда Стас меня спас. Когда Стас меня спас. Так. Так вот, били его. Так-так-так. Погоди, а какого числа это было? Ой, я не помню. Уточнить можно в больнице. Его же Стас повез в больницу. А мне сказал, что парень в порядке, жив. Стас, подожди. Не получается как-то. Я знаю, что его убили. А убийство замаскировали под утопление. А ты уверена, что Стас не знал его? Конечно. Не знал. А кто он вообще? Это Эдуард Караваев. Директор фирмы «Кросс-экспресс». «Кросс-экспресс»? Да. Мутная такая фирма. Судя по показаниям, он занимался какими-то махинациями с грузами. Отправлял пустые и полупустые фуры. Ты чего? Но фирма «Кросс-экспресс» работала с нашим фондом. Это была фирма Стаса. Стаса? Подожди. Значит, получается, Стас знал его? И похоже, тот работал на него. А это фирмы, которые он на тебя открыл. Чем он там занимался? Ну, подбором персонала, выгодными контрактами, договорами. Вот что я тебе скажу, дорогая. Он тебя подставил. Нет, это невозможно. Стас говорил, что любит меня. Внимание! Водитель башера номер А-113ВМ. Прижмитесь к обочине. Внимание! Прижмитесь к обочине. Лейтенант Николаев, предъявите ваши документы. Все нормально, парни сейчас поедем. Вон глухой. Пошел! Ну, пожалуй, пройдемте в автомобиль. Ты с кем базаришь, а? Ты че? Руки убери! И трогай, я сказал! Эй! Пошел! Вот, садитесь сюда. Ненадолго. Вообще в реанимацию не положено. Жена. Здравствуй. Тут конец-то. Капитан Кривцов категорически приветствует капитана Прохорову. Привет, Витальй. Слушай, я к тебе по делу. М-да? Я думал, на блины пригласишь. Обязательно приглашу, только в другой раз, ладно? В общем, мне тут счастье привалило. Машину с утопленником доставлю. Директор фирмы, представляешь? Фирма закрылась, а сотрудников днем со днем не сыщешь. Я даже не знаю, за что тут цепиться. Может, ты поможешь пробить эту контору по своим связям? Ленок, а че ты так уверена, что у нас вообще на них что-то есть? Да, фирма-то мутная, понимаешь? Ну, может, у директора есть, а может, у сотрудников? Ладно, пробью только завтра. Ты мне на почту всю информацию скинь. Спасибо тебе. Да, кстати, привет Жене. Передам. Пока. Пока. Фу, Костик, это ты? Ну, чего тебе еще надо? Поговорить пришел. Мы с тобой уже все выяснили. Иди домой. К жене и сыну. Ишь ты, как запела? Борзая столок, и как она прошла, что ли? Э! Отпусти! Ты че, Мошек, ну-ка, иди отсюда! Девушку отпусти. Юра! Ах, Юра! Юра, ну-ка, иди сюда! Ну, держись, козел! Ща рога-то поломаю, иди сюда! Костик! Ну, вы с ума сошли! Ах, где? Кровь! Кровь у меня! Ты, тварь, ты мне нос сломал! Я тебя достану! Костик, иди уже домой. Я на тебя сояву напишу, ты понял? Я говорю, домой. Иди. Юра, ну, зачем вы так? Я как-нибудь сама бы справилась. О, Господи, вам больно? Так, пойдем сейчас ко мне. Рану нужно обработать. Да это все лишь царапись. Я прошу вас, пойдемте. И вообще, не сопротивляйтесь. Это не стоит. Так, не трогайте грязными руками, я вас умоляю. Субтитры делал DimaTorzok Иди, будьте consumers! Бойка, давай на выход! Говорит, что есть тема, у Барьана откиснут на датчиковое тело! О, начальник, начальник! Как же мы? Отдыхаем, родяги! Отдыхаем! ЗВОНОК ПО ТЕЛЕФОН Да? Скажите, каково состояние больного головы? Есть такое. Критическое состояние. Нет, а что тут непонятного? Человек в любой момент может умереть. Я понял, спасибо. Аравина, 17-я. Стас, что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Ты это серьезно? Почему? Почему, Вера? Просто скажи мне, почему? Стас, послушай, понимаешь, это моя жизнь. И я хочу ее прожить так, как я хочу. Стас, прекрати! Перестань! Пусти! Пусти! Свинья! Ты же мне всю душу измотала. Хорошо. Это твоя жизнь. Я в твою жизнь больше не лезу. Свободно. Свинья! КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушаю вас. Это кто? Это медсестра. Какая медсестра? Олега позовите. Поправиться позову. А он что, болеет? Он в центральной больнице, с ножевым ранением. Центральная больница-то у нас где? В Новороссийске. Где же еще? Алло, это авиакасса? Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, я хотела бы узнать о моем муже. Как он? Колосов. Милая, вечером приходите, вечером. Его как раз с перевязки привезут, после перевязки и повидаетесь. Хорошо? Да, хорошо. Спасибо. Вот так. Сейчас эту баночку докапаем, будете отдыхать. Ой, телефон. Телефон мой. Принесите, пожалуйста. Лежите. Лежите спокойно. Никуда ваш телефон не денется. Ой, не понимаете, мне очень нужно позвонить. Вы же у меня не один. Ничего, жена придет, принесет. Жена? Вера? А что, у вас много жен? Приходила. Всю ночь возле вас просидела. Такая же упрямая, как и вы. Уходить не хотела. Спасибо. Спасибо. Все лишите. Лиза, иди сюда. Слушаю, Вера Николаевна. Скажи, где документы по последним поставкам? Ну, я их не видела. Может, они на складе? Ну, звони Николаю Владимировичу быстрее. Пусть приезжает. Ну, наш товаровед заболел. Позвонил, сказал, простыл. Ну, поживей, поживей, мужики. Через час фуры должны быть уже в пути. Командир, за час не успеем. В двойне заплачу. Годится. Давай, мужики, поднажмем. Давай, давай. Мужик, ты здесь главный. Чего тебе? Докладные подпиши. Мужики, давай, давай, давай. Лен. О, Вита. Привет. Здравствуй, красивая. Ну, а чё ж ты такого узнал, что нельзя по телефону, м? М-м-м. Садись. Ну, ты конспиратор. Ну? Ну? Когда блины? Виталь, твоя жена печет лучше. Ой, Прохорова, какая ты скучная. Так, ладно, давай, рассказывай уже. Чего нарыл? Что нарыл? Значит, по поводу этого Кросс-Экспресса. Его давно пасли, готовили задержание. Тут фирма ликвидируется, директор внезапно умирает. Решили на всякий случай проследить за сотрудниками. Выясняется, что все они переметнулись в похожую контору. И что самое интересное, контора эта получила все машины, склады и заказы от предыдущей фирмы. Ничего себе! Слушай, вот это вам повезло. Кстати, если не ошибаюсь, ребята должны как раз сейчас хлопать эту контору. Да ладно! Слушай, а как называется эта новая контора? А-а-а, транс-логистика, по-моему. Виталя? Чего? С меня бутылка. Алло, Вера? Лен, подожди секунду. Вер, послушай меня. Лиза, иди сюда. Алло, Вера, это очень серьезно. Скажи, где старые контракты с Кросс-Экспресс? Не знаю, может, наша юрист собрала, она вернется с обеда, я спрошу. Алло, Лен. Старший лейтенант Серов, АБ. Телефончик выключите. Черт. И приготовьте регистрационные документы, которые относятся к хозяйственной деятельности вашей фирмы. Будет обыск. Лена, ты хоть понимаешь, что ты ставишь меня в дурацкое положение? Виталя, послушай, вы не того берете. Вера, честнейший человек, ее просто подставили. А она должна понимать, что она подписывает. Лена там везде ее подпись. Да это все не важно. Нужно брать организатора, и это точно не Вера. А так, Прохорова, по поводу вот этого звонка я никому докладывать не буду. Но это все, что я могу тебе сделать. Знаешь, Виталь, а я ничего другого от тебя и не ожидала. Нормально. Да, приехали на склад. Приступаем к опуску. Что происходит? Следственные действия происходят. Стой, где стоишь. Давай на склад. Обыскать его. Здесь все чисто. Нет? Ладно, пойдем. По ходу опоздали. Пусто. Ну, и кто здесь главный? Ну, минут пять как уехал. Вы не ответили на мой вопрос. Так куда же все-таки делись контракты с фирмой «Кросс-Экспресс»? А мы не заключали контрактов с такой фирмой. Это старые контракты на поставки, которые перешли к вам после ликвидации «Кросс-Экспресс». И вы, как юрист, не можете об этом не знать. Все документы забрали АБЭПовцы. Вы же видите, как они тут постарались. Послушайте. Контракты пропали. До обыск. И я хочу знать, куда они делись. А я хочу видеть документ, позволяющий вам что-либо требовать от меня. По какому праву вы меня тут допрашиваете? И кто вас уполномочил вести расследование? Что? Думаете, подставили начальницу и все сойдет вам с рук? Даже не надейтесь. Простите, я хотела вам сказать, контракты действительно исчезли до обыска. Я не знаю, кто их взял. Но вряд ли кто-то сознается, потому что Людмила Анатольевна, она раньше работала в этом «Кросс-Экспрессе». М-м, все понятно. Это плохо. Значит, концов нам не найти. А попробуйте поговорить с нашим товар-ведом. Его Вера Николаевна сама нанимала, может, он что-то знает. А как его зовут? Николай Владимирович Старков. Старков. Понятно. Спасибо вам. Не поели еще? А вот и жена пришла. Как ты милый. Ты моя хорошая. Вот, витаминчик. Нормально все. Спасибо. Я пока из Москвы летела, я же вся извелась. Ты что, подрался? А ты одна? Сережка где? Я его с тетей Валей оставила, она приглядит. Тебя же нужно на ноги как-то оставить, м? Я квартирку рядом сниму и буду сама тебе готовить. Что это у тебя тут такое у нас, а? Каша. Ой, на такой-то еде на ноги не встанешь, знаешь. Только ты знаешь, у меня денежек совсем нету. Может, у тебя карточка с собой, ты мне дашь ее? Жан. Не надо ничего. В смысле? Я благодарен тебе за заботу. Мне медсестра сказала, что ты всю ночь провела у моей кровати, но… А я ж не могла тебя бросить в такой сложный момент. Знаешь, пока ты не вошла, я думал, что это была Вера. Прости, что разочаровала. Нет, это ты мне прости. В общем, это уже не важно. Важно то, что я понял. Я люблю и всегда буду любить только Веру. Ты не переживай, вы с Сережкой будете в порядке, я никогда вас не оставлю. Но сейчас, я думаю, тебе лучше вернуться в Москву, к сыну. Мне деньги нужны. Я же оставлял тебе. Но я сюда, знаешь, не на помеле прилетела. Хорошо. Я переведу тебя на карту. Спасибо. Уздоравливай. Вера. Это все-таки была Вера. Хорошего ворона считать подругой. Не уходи в себя, то не вернешься. Иди вон, сыграй с нами. Да не пугай ты ее. Может, еще все рассосется, выпустят. Как же, жди. Документы изъяли? Изъяли. Ее в хату упекли? Упекли. На документах, чья подпись-то? Слышишь, подруга? Документ подписывала. О! Теперь, голубая, я на тебя все и вешать буду. Считай, я тебе крышка. Иди, сыграем лучше. Мозги проветриваешь, чего в клетку цепилась, как ненормальная. Заново сдавай. Я не видела. Он уплевал нибудь опять. Добрый день. Простите, а вы ведь в этом доме проживаете? Угу. Я из полиции. Капитан Прохорова. Скажите, вы давно видели вашего соседа, Николая Владимировича Старкова? Я за соседями не слежу. Видите ли, какое дело. Я ведь не из простого любопытства спрашиваю. Мне действительно помощь нужна. Уехали они. Коля внучку свою вчера вечером к другой бабке с дедом отправил. Угу. И сам следом куда-то поехал. С рюкзаком дачным. Значит, у Старкова есть дача. Угу. Угу. А где? Вот, держите, зарядился. Отли… Слушай, да что ж ты скачешь так? Осторожней надо быть. Спасибо. Отлично. Спасибо. Аппарат в моментах изучен или находится вне зоны действующей. Черт. Добрый вечер, Олег. Добрый. Я та самая Лена Прохорова. Лена, приятно познакомиться. Взаимно. Как вы себя чувствуете? Спасибо, нормально. Вы не знаете, что с Верой? Я никак не могу ей дозвониться. Что? Веру арестовали. Как? Как? Вы не волнуйтесь только. Значит, он ее все-таки подставил. Да. Лена, мне нужна моя папка с документами. Она была в сумке. Попросите медсестру принести мою сумку. Подождите, но при вас не было сумки? Как? Как? Значит, за мной следили, я не заметил, ее забрали. Так-так, подождите, Олег. Ну что вы делаете? Лежите. Моя жена в опасности. Я не могу здесь просто так лежать. Послушайте, полежите хотя бы до утра. Сейчас мы все равно ничего не сделаем. Вы можете рассказать все, что знаете? Мне тоже ехать собирать вещи? Звонарев, не торопи события. Ты облажался, пациент жив. Я груз отправил и улетаю в Москву, а ты остаешься и пасешь его, если наш знакомый сам копыта не откинет. Ну помоги ему. Олег, Олег. Олег, подожди, все, что ты говоришь, как-то в голове не укладывается. Может, ты преувеличиваешь? Послушайте, Стас открыл фирму на ее имя и подставил. В результате Веру арестовали. Ее обвиняют в мошенничестве. Если его достану, своими руками придушу. Подожди, подожди, не кипятись, Олег. Ради бога, не кипятись. Я немедленно к тебе вылетаю, мы вместе подумаем, как вырулить ситуацию. Ну давайте. Все, отбой, жди меня. А да я сам хотел звонить. Все нормально, груз ушел, я вылетаю в Москву. Никуда ты не вылетаешь. Остаешься на месте и ждешь меня. Все. Через этого товароведа шли все накладные. При нем загружались, разгружались грузы. А еще он должен знать Стаса. Ой, не знаю. Может, он говорить-то с нами не захочет. Скажется с закрытой двери, покажите ордер. Ну и чего тогда? Ничего, мне он все скажет. Олег, вы главное держите себя в руках, ладно? Что там? Да вот похоже, что эта черная машина следит за нами с самого центра города. Может показалось? Так, вы главное сидите спокойно. Если показалось, то и дергаться нечего. А если в самом деле хвост? То главное, чтобы они не поняли, что мы их засекли. Это здесь. Угу. Николай Владимирович! А странно, что дверь открыта. Может, он у соседей? Или мы уже опоздали. Николай Владимирович! Да нет, здесь он. Николай Владимирович! Николай Владимирович! Николай Владимирович! Николай Владимирович! Олег! Николай Владимирович, вам плохо? Что тут с сердцем? Два года назад мой сын с невесткой разбились на машине, внучка живет со мной. Мне очень жаль, я очень хорошо отношусь к Вере Николаевне, но эти люди угрожали моей Катеньке. Вы меня понимаете, они поджидали меня у дома. Ну, конечно, конечно, я собирался показать все Вере Николаевне, рассказать ей, но, ну, я просто испугался, понимаете? Что мне оставалось делать? Я не мог рисковать. Ну и что вы, всю жизнь собираетесь сидеть в этом чулане? Николай Владимирович, вы тоже поймите, вы в опасности, пока не дали показаний. Пистолет на землю? Быстро! Как только эти документы лягут на стол следователя, и Станиславу Михайловичу, и всей его команде, самим придется искать вот такой же чулан. Решайтесь. Решайтесь. Пошел вперед! Быстро! Что там? Что случилось? Все нормально. Кто это? Я знаю этого человека. Это он угрожал моей Катеньке. Я видел его со Стасом на складе. Дерьмо собачье. Катенька 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 Катенька